Мы находимся в населенном пункте Нельминос и мы приехали во врачебную амбулаторию этого населенного пункта. Ехали мы сюда с Нарьянмара порядка, наверное, чуть больше часа по зимнику, по достаточно непростой дороге, которая, я так понимаю, в какой-то промежуток времени исчезает, да, и превращается в водное. Сейчас у нас в конце апреля уже начнется, ну в конце май, а конец апреля обычно начинается уже по лаводи, все. Мы уже, ну не по лаводи, а вот как распута, и мы уже отсюда не сможем так выехать, придется уже на вертолете летать. Ну расскажите о себе и вот о вашей амбулатории, в вашем населенном пункте. Ну родом я не отсюда, с поселка Бугрино приехал сюда работать в 16-м году, в 2016 году. Сама амбулатория была построена в 2011 году, достаточно новая. Работа в поселок, населенный пункт называется у нас Нильминос. Население у нас примерно где-то 796 человек, из них 170-180 детей. Это в зависимости от того, что они то здесь находятся, то опять в город уезжают. В принципе, работа здесь нравится. Здесь коренное население у нас ненецкое, большинство из них. Сколько процентов населения? Ну, большая часть. Подавляющим населением? Да, да, да. Кочующее население у нас есть. Ну в основном детей у нас кочующих нет, а так это взрослое население кочующее, оленеводы. Из них где-то 56, там тоже 70. То есть, ну это же варьируется. То есть, они то здесь находятся, то опять они в тундре находятся. Вот. Когда обследование у нас проходят профилактические медосмотры, это флюороотряд, когда приезжает сюда. Ну, кочевое население у нас сюда как бы едет, чтобы здесь уже их обследовать. Они здесь живут, они здесь приписаны, да? Они здесь прописаны, да. И большую-то часть жизни-то находится в тундре. Сюда-то все равно приезжают тоже бывает. Вот и продукты. А вот в вашем амбулатории расскажите пару слов, сколько работают специалистов, чем занимаетесь? Специалистов у нас работают четыре медицинских работника. Это два фельдшера. Из них один фельдшер замещает тоже как бы акушерку. Это у нас медсестра участковая и медсестра, старшая медсестра, она же медсестра детского сада. Из них еще две уборщицы у нас есть, завхоз, работник комплексного обслуживания здания и два сторожа. Работа у нас здесь и, как мы ведем, и лечебная профилактическая работа у нас, и какие-то профосмотры проводим. Это прям карточки у вас, да, про ваших пациентов? Да, это карточки наших пациентов. Аккуратненько. Недавно обновленные. Понятно. А вот если встает необходимость расширения диагностики, допустим, я не знаю, там по какой-то специализированной медицинской помощи. Как вот в практике своей поступаете с таким пациентом? Ну, обычно, если я вот вижу, что пациент у меня нуждается в какой-то дальнейшей уже медицинской помощи, я его по направлению отправляю в город Наринмар. Либо мы связываемся по телефону, чтобы, ну, как бы созвониться, нужно, да, и проконсультироваться. Практики телемедицины, вот у нас телемедицина установлена, еще пока у нас такого не было. Но вот с этого года у нас санавиацией мы должны связываться по телемедицине. Но пока у нас еще такой возможности не было, потому что нужно, кабинет оказания медицинской помощи находится в том конце амбулатории, а сама телемедицина находится в том конце амбулатории. То есть пациента, когда он неотложенная помощь ему, мы не можем туда-сюда его перевозить, переносить. То есть я думаю, в дальнейшем вот эту самую телемедицину мы установим уже в другой кабинет и будем уже связываться, консультироваться с врачами, скорой помощи, окружной больницы можем консультироваться с врачами. Думаю, все впереди у нас еще. Хорошо. А вот сейчас как сам пациент, нуждающийся, добирается до Нарьянмара, или если это речь идет о экстренной ситуации? Ну, если я думаю, что нужно ему проконсультироваться дальше, я его отправляю по направлению, он уже своим транспортом, либо у нас подушка ходит, либо трикол, вездеход у нас сейчас ходит, летом у нас лодка ходит, то есть он может добраться сам. Потом ему дорога оплачивается, то есть раз в год дорога к месту лечения и обратно ему оплачивается. Если у нас в экстренной ситуации неотложная помощь, мы вызываем уже санавиацию, то есть связывая с санавиацией, они минут 15-20 сюда как бы прилетают, и здесь уже врачи его здесь смотрят, либо мы сразу его подвозим к вертолету, и они его уже отсюда госпитализируют. Здесь площадка есть вертолетная? Ну, это только не дешево, да, вот способ консультации пациента? Да, не дешево, но опять, если действительно вот здесь жизнь пациента здесь, да, в первую очередь мы вставим, чтобы спасти его, то уж, наверное, лучше санавиацию его, зачем мы его так отправим. Ну, я бы не сказал, что мы так очень много прямо вызываем в год вертолет сюда. Там у нас, наверное, случаев, может, 6, ну, это зависит. За год? За год, да. Ну, 7, может, максимум 10, но это уж и совсем много у нас будет. А сколько сам, как долго пациент добирается до Нарьянмара? Час, час езды у нас. Час езды, в принципе, да? Либо мы его отправляем на приемный покой, если мы увидим, что нужно тут сразу на приемный покой, да, либо они сначала идут в поликлинику и обследуются уже в поликлинике. А в поликлинику уже решают, нужно ли его отправить на дальнейшее обследование, может, его на стационар положить. То есть они уже там сами направляют врачи. А вообще, чем болеют люди здесь? Ну, сейчас у нас март, апрель, это пик заболеваемости. У нас ОРЗ, ОРВИ, вот эти кашель, насморк, особенно болеют дети. Вот. А так, в основном, вот у нас вот это вот. Вот какая ситуация остается, что надо пациента госпитализировать, отправлять. Это какие вот клинические случаи? Ну, допустим, если по детям смотреть, потому что я веду детский прием, посмотреть по детям, то уже я вижу, что у него хрипы в легких, да, появились, что у него анализы мочи плохие у нас, потому что здесь есть аппарат, который мы можем посмотреть анализ мочи его, то в этом случае я уже его направляю в город. То есть здесь мы уже его не лечим, потому что нужно дальнейшее обследование, там уже рентгенография, нужно посев мочи уже, если общий анализ крови посмотреть надо, а здесь у нас такого нет. То есть вот в этом случае я уже отправляю ее в город. Но если я вижу, что у меня пациент идет на поправку, у него снизилась температура, у него уменьшились, там, кашель уменьшился, тогда уже здесь мы продолжаем его лечить. То есть у вас есть, я так понимаю, вот здесь на базе амбулатории набор диагностических приборов, правильно, да? Да, ну вот у нас-то только вот такой урисис, который мы мочу можем посмотреть, сахар можем посмотреть и холестерин можем посмотреть. То есть в принципе-то и все. Ну я так сейчас... Сейчас вот аппарат УЗИ нам еще привезли. Да, ну вот сейчас мы как раз по этому поводу и хотели бы показать, да, рассказать, как это работает, как это будет работать в будущем. А как сами вообще оцениваете? Вот вы тут, сколько, кстати, вы работаете здесь уже? Ну вот с 16-го года уже. Вообще есть необходимость вот в таких современных технологиях в телемедицине? Я думаю, считаю, да. Потому что не всегда удается диагностировать правильно, допустим, есть ли там камни в почках или где-то камни в желчном пузыре. Вот. Поэтому аппарат УЗИ был в этом случае очень удобен. То есть мы могли быстренько посмотреть его там, да, и определить, да, действительно это камни в желчном пузыре, и его нужно срочно отправить. То есть где-то в протоке может встал, где-то, да, или еще что-то. То есть диагностика, когда и принятие решения. Да, и очень удобно это в этом плане. Потому что не всегда понятно, что живот ведь это дело темное. Не знаешь, когда, что, да, что, да, как-то может быть. Поэтому здесь, когда вот дело стоит, что у меня боли в животе, я не могу уже там вставать и все. В этом случае аппарат УЗИ очень удобен. Можно посмотреть либо это в почках дело, либо это в желчном пузыре дело. То есть очень удобно. А какое бы вы хотели бы еще диагностическое оборудование, чтобы у вас было вот в вашем вот, в рутинной практике, чтобы была возможность использовать? Мне бы очень было удобно, если у меня был аппарат для определения общей анализа крови. Кровь. Да, кровь. Мне бы было бы очень удобно. То есть по крови же можно тоже много чего определить, сказать, да, даже по общему анализу. То есть есть ли там воспалительный процесс или нет этого воспалительного процесса, нужно ли назначать антибиотики или противовирусные, то есть нужно посмотреть. Общий анализ мочи, да? Ну, у вас есть такой... Общий анализ мочи у нас есть, да. А если посев требуется уже там мочи, допустим, да, и биохимика, это мы уже туда отправляем. То есть у нас больше здесь ничего не определить. Ну, как вот общий анализ мочи, он помог вам расширить ваши возможности? Помог, помог, да. Вот, например, если я вижу, что у меня лейкоциты в мочи у ребёнка, то что я в этом случае должна делать? Либо назначить ему правильное лечение, либо отправить его на дальнейшее обследование. То есть почему-то же они там появились. Вот. Или эритроциты в мочи, то есть тоже можно определить. Белок в мочи там определяется. То есть там всё можно увидеть вообще. А такие приборы, как ЭКГ, электроэнцефалография? ЭКГ у нас есть. ЭКГ есть у нас, да? ЭКГ есть у нас, обязательно, без этого никуда. А электроэнцефалография, я думаю, в принципе-то здесь, зачем она вот в самой амбулаторе? Это можно на дальнейшее. Мы только можем подозревать, что это что-то не то. Там, если вегетососудия, дистонию мы можем ставить туда, нужно, наверное, отправить там в город уже на дальнейшее обследование. Дальше могут они в Архангельс там летят. Сейчас у нас центр платный, вот этот Санавита появился. То есть там можно всё сходить туда платно, если ты не можешь ожидать там по талончику или что-то, да? А посмотреть отоскоп там? Отоскоп у меня есть, это обязательно. Это у вас есть, да? Отоскоп есть, да. Есть возможность снять информацию и передать, например, алтарилу на ларинговую? Нет, нет, такого-то у нас нету. А если бы такая была возможность? Была бы возможность, было бы очень удобно. У нас ведь ЭКГ, я знаю, что вот на Колугоево, где я родом-то, я оттуда, там у них можно по телемедицине отправить запись ЭКГ. На расшифровку, да? На расшифровку, да. У нас пока такой возможности нет. Мы только можем сканировать и отправить на ЭКГ, на расшифровку ЦРП, Центральную больницу, поликлинику. А так, такой возможности напрямую сразу-то отправить, у нас такой пока нет. Ну, это было бы полезно для вас? Было бы удобно и было бы полезно. Потому что, если бывает, мы подозреваем инфаркт миокарда, было бы очень удобно сразу туда направить, они бы нас сразу проконсультировали. Хорошо, хорошо. Спасибо вам большое. Удачи. Спасибо. Ну, здесь у нас находится в этом кабинете телемедицина. Здесь мы связываемся с окружной больницей, с Центральной районной, Заполярной районной поликлиникой. Подключаемся мы для... Ну, когда нам необходимо, допустим, связаться для консультации с врачами окружной больницы. Здесь мы подключались с Заполярным районом, когда мы выписывали больничные листы через врачебную комиссию. Потому что бывает, что 10 дней нам мало этих, которые мы проводим. Нам нужно продлить больничные листы. А для этого нам нужно связаться с врачебной комиссией. И мы продлеваем уже там 15 дней, 20 дней. Хирургических больных до месяца даже может продлевать. Вот. Сейчас могу продемонстрировать, как мы это все подключаем. Вот здесь мы подключаемся уже с поликлиникой. Если подключаемся с врачебной окружной больницей, там уже врач непосредственно сидит, и мы уже можем что-то у него узнать, спросить и это. Сейчас, я думаю, в ближайшее время я уже, как говорила, что можем уже подключаться с санавиацией. Уже будем смотреть с ними. Тоже они могут нас консультировать, что нам нужно, необходимо делать. Так как врача у нас здесь нет, вот не фельдшера у нас как бы здесь. Помимо телемедицины, у нас еще имеется Трук-Конф. Мы связываемся через ноутбук. Там у нас проходят какие-то селекторные совещания. Мы можем видеть и департамент здравоохранения, можем с ними связаться. Также с окружной больницей можем связываться. То есть там у нас подключаются все деревни нашего округа. И мы можем какие-то лекции нам читать. То есть мы там можем задавать вопросы по этому Трук-Конфу. То есть первое время, конечно, была все это, и связь плохая, и все. Сейчас вроде все налажено. Интернет у нас более-менее хороший сейчас. То есть мы можем и вопросы задавать, и картинки видите. То есть все там уже отлично все у нас. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...